Владимир Валерьевич, я рад вас вновь приветствовать в эфире службы новостей Организации Объединенных Наций. Здравствуйте, очень приятно. И у меня вот сразу первый вопрос. Он посвящен, соответственно, такому направлению, которое уже с древности еще было известно в Греции как дипломатия. Расскажите, пожалуйста, подробно, что само из себя представляет дипломатия и чем занимается дипломатический работник. Во-первых, мне хотелось бы поздравить всех нас и многих моих коллег-дипломатов и российских, и зарубежных с Днем дипломатического работника, который ежегодно отмечается в России сегодня, 10 февраля. Вообще, слово дипломатия восходит к древнегреческому слову диплома. В свое время это означало две сдвоенные дощечки. Это было послание, которое вручали представители стран, государям, правителям. И они свидетельствовали о том, что лицо, которое вручает эту дощечку, он представляет своего государя. Именно отсюда восходит термин дипломатия. Это очень значимо, потому что мы видим, что дипломатия – это древнейшая профессия. И действительно, дипломатическое искусство, оно во все времена служило примирению сторон. Владимир Валерьевич, я не могу не спросить. Вот бытует такое мнение, что профессия дипломата, она все-таки ассоциируется у большинства людей с письменным столом, загранным командировками. Все-таки, что из себя представляет профессия дипломата? Ну, на самом деле, то, о чем вы сказали, это тоже часть профессии дипломата. Письменный стол, ручка, лист бумаги, а сегодня это компьютер и современная новейшая система связи, гаджеты. Всем этим дипломат, профессиональный дипломат должен владеть в полной мере. Владимир Валерьевич, у вас очень такой интересный путь дипломата. И вот у меня сразу такой вопрос. В настоящее время мы оказались лицом к лицам с беспрецедентными проблемами. Это ростом затяжных конфликтов, экстремизма, а также факторы, препятствующие устойчивому развитию. Вот как вы видите роль дипломатии в том, чтобы находить пути решения к устранению глубинных причин и принятию мер к примирению сторон? Вы знаете, роль дипломатии, она по определению огромна в нынешних обстоятельствах. И действительно она возрастает, потому что конфликты возникают действительно не на пустом месте, они являются следствием, как вы сказали, глубинных причин, которые лежат в социальной, экономической сфере и так далее. Но в дальнейшем разруливать их, разрешать приходится дипломатическими усилиями стран. Это в лучшем случае. Потому что, к сожалению, конфликты зачастую принимают и вооруженный военный характер, характер военного конфликта, когда вместо дипломатов говорят пушки. Так вот, чтобы этого не произошло, именно для этого дипломатия предназначена. Для того, чтобы стороны могли слышать друг друга, могли искать приемлемые развязки, искать разрешения, противоречия именно в процессе переговоров. Роль дипломатического работника в России ассоциируется в основном с профессией мужчин. При этом все больше женщин в других странах занимает такой пост, как посол. В том числе, например, как Пакистан. Как вы считаете, почему в истории России мы мало знаем женщин, которые занимали когда-либо пост посла? Единственное, вот известно только один пример, когда советское правительство назначило своим послом Калантай Александру Михайловну в 1923 году. Ну, я бы здесь с вами поспорил. Мы знаем многих советских и российских женщин, дипломатов и тех, которые занимали пост чрезвычайного и полномочного посла. Я хочу привести пример нашей глубоко уважаемой Валентины Ивановны Матвиенко, которая сейчас возглавляется Совет Федерации, а в свое время возглавляла российское посольство в Греции. Из действующих ныне дипломатов я бы назвал с большим удовольствием коллегу, который я хорошо знаю, Людмилу Георгиевну Воробьеву, которая в настоящее время является чрезвычайным полномочным послом, возглавляет российское посольство в Индонезии и еще в трех странах по совместительству. А вот как вы считаете, насколько вот эта тенденция к тому, что женщины-послы в России будут расти? Вот как вы считаете? Я считаю, что женщины востребованы на дипломатической ниве так же, как и мужчины. И в данном случае мы в Организации Объединенных Наций, разумеется, выступаем за повышение роли женщин в дипломатии и за их назначение, и за их вовлечение активное на самые высокие роли в дипломатической службе. Когда мы говорим о дипломатии, то представляется профессия, которая состоит из систем сдержек и противовесов. На международной сцене по такому принципу сегодня работает Совет Безопасности ООН по принципу права вета. А как вы считаете, почему такая система хорошо работает в ООН? Вы знаете, что я бы не сказал, что в ООН работает система сдержек и противовесов в целом. Организация Объединенных Наций работает в соответствии с той системой, которая установлена в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. И там действия сотрудников ООН, сотрудников секретариата, они строго регламентированы. Если же говорить о Совете Безопасности, то это орган особый, это орган единственный, который состоит из стран-членов, и который единственное имеет право в соответствии с уставом ООН решать ключевые вопросы войны и мира, и принимать решения, которые обязательны для исполнения другими странами-членами. Сегодня в мире все больше набирает оборот такой мейнстрим, будем правильно говорить, как о публичной дипломате с участием гражданского общества. Например, когда гражданское общество более активно доносит информацию до международных организаций, в том числе и до ООН, нежели традиционная дипломатия. Почему такая модель больше привлекает внимание и зачастую имеет более политический, экономический и международный даже эффект? Умеется, в настоящее время роль публичной дипломатии, общественной дипломатии, она неизмеримо возросла. И в рамках ООН особенно востребована. В частности, имеются механизмы по вовлечению гражданского общества неправительственных организаций в деятельность по уставным задачам ООН, которые очень важны для достижения цели устойчивого развития. Вы хотели бы добавить что-то дополнительное к тому, о чем вы уже рассказали? Еще раз всех поздравить с днем дипломатического работника, с днем дипломата и выразить признательность и поздравить наших коллег, партнеров, друзей из Российской Ассоциации Содействия ООН, из Московского государственного института международных отношений, лично ректора Анатолия Васильевича Туркунова, который является председателем Российской Организации Содействия ООН, благодаря которым действительно получилось записать сегодняшнюю программу. Большое спасибо, что нашли время для интервью, и позвольте также поздравить вас с днем дипломата. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.